Библейский портал экзегет.ру представляет с обличениями, а все люди грешные, особенно язычники, которые вытворяют всякого рода безобразие, и мы тут, конечно, очень хорошо можем себя поставить на место древних христиан, которые сказали, ну да, язычники очень плохие люди, мы хорошие, мы-то замечательные, в отличие от них это непотребство всякое там, у нас ничего такого не водится, он там в конце первой главы перечислил огромное количество самых разных грехов. Вот Павел обращается и к этому настроению, так что нет тебе оправдания, человек судящий другого, за что судишь его, за то и сам будешь осужден, ведь и сам творишь точно то же. Как это? Как это они там творят идолопоклонство, противоестественный разврат, богохульство, мы не делаем ничего подобного, правда? Поясни, Павел, что ты имеешь в виду, как ты нас сравниваешь с этими непогаными язычниками? Но он объяснит сейчас, ведь мы знаем, что для тех, кто так поступает, есть истинный Божий суд. Да, конечно, когда мы кому-то грозим Божьим судом, бывает это в жизни, то думаем, ну не мне же, человек, осуждающий за такие поступки других и сам творящий тоже, рассчитываешь ли ты избежать Божьего суда? Нет, Павел, ну где тоже? Хорошо, я грешный человек, вообще, да, я согласен, но не идолопоклонник, ну честное слово. Подождем, что он мне скажет. «Пренебрегаешь ли великой его благодатью, снисходительностью и терпением, не понимая, что эта благость приводит тебя к покаянию?» Вот главное, что я тут мог бы сказать, я-то каюсь в отличие от них, ну покаялся, когда принял христианство, очень давно, и, ну в принципе, регулярно каюсь в своих грехах. Он говорит, смотри, ты пренебрегаешь благостью, снисходительностью и терпением, это они тебя ведут к покаянию. Грех не в том, прежде всего, что они творят всякие непотребства, а ты можешь сказать, я-то их не творю, а в том, что ты пренебрегаешь, как и они, его благости, в том, что Бог для тебя довольно мало значит. Смотрите, и в первой главе он сказал, с самого начала, они не позаботились о том, чтобы Бог стал центром их жизни, поэтому он позволил им погрузиться вот в эту пучину страстей. То есть, страсти плохие не только сами по себе, даже не столько сами по себе, сколько тем, что они заменяют собой Бога, что человек живет не Богом, человек живет чем-то другим, но и раз пустота у него есть, значит, ему надо заполнить, и вот он ее заполняет. Там он длинный-длинный список дал, помните, богохульство, гордость, надменность, разврат всевозможный, куча всего. И так вот, когда ты совершаешь что-то подобное, ты свидетельствуешь о своей пустоте, о том, что Бога у тебя там внутри довольно мало, ты его туда не пускаешь. По упрямству своего нераскаянного сердца ты готовишь себе кару в день гнева, когда откроется правосудие Божие, и он каждому воздаст по делам его. Это, конечно, цитата. Кто упорством в добрых делах ищет славы, чести и нетления, тех ждет жизнь вечная. Упорством в добрых делах ищет славы, чести и нетления. Вот потом в послании к римлянам будет много насчет того, что дела сами по себе не спасают человека, но с самого начала он их упоминает, упорство в добрых делах. То есть, надо делать все-таки хорошие дела. Другое дело, что не само это дело не важно, а важно стремление к Богу, которое выражается в них. Так вот, их ждет жизнь вечная. А кто строптиво не покоряется истине, упорствует неправде тех, гневная кара. Скорб и страдания ожидают всякую человеческую душу, творящую зло. Сперва иудеи, а потом и эллина. Помните, он уже говорил об эллинах и иудеях, поскольку его адресат, римская община, состоит из иудеев, принявших христианство, и эллинов, то есть, греков, римлян, прочих язычников, тоже его принявших. И он тоже здесь отмечает иудеев всюду на первом месте. Еще не поясняет, как, но обязательно объяснит. Слава, честь и благополучие всякого, кто творит добро. Сперва иудеи, а потом и эллина. Опять иудеи на первом месте. Что с ними такое? Нас уже не иудеев. Начинает это немножко беспокоить. Богу чуждо лицеприятие. Лицеприятие, то есть, когда, ну, знаете, вот в коррупционных схемах одному все, другому ничего, потому что это лучший друг, а тот никто. Вот Бог так не поступает. Он честен, и он дает людям то, что они заслужили. Но вот насчет иудеев и эллинов. Давайте, как говорит Павел, разберемся. В чем основная разница? Иудеи имеют закон. Моисеев. Они его соблюдают. Язычники не имеют его и живут, в принципе, как хотят. Так вот, кто грешил, не имея закона, язычники, беззаконный и погибнет. А кто грешил, будучи под властью закона, по нему и будет осужден. То есть, закон, с одной стороны, такая опасная штука, которая наказывает, да, если ты нарушаешь закон, ну, мы живем, вот я живу в России, если я, я не собираюсь, но если вдруг я решу нарушать российские законы, меня по этим законам накажут. Лучше жить без закона, лучше уехать куда-то на острова, там, по Пуановой Гвинеи, где вообще никакой государственной власти нету, таких уж, наверное, мест не осталось, но вдруг, ну, тогда меня просто скушают местные жители, потому что у них закона нет совсем никакого, ничуть не лучше. Да, вот, это та же ситуация с иудеями и эллиными. Значит, кто не имея закона, погибает без закона, потому что все позволено, а кто его имеет и нарушает, тот осужден. Для Бога праведны не те, кто закон слушают, а те, кто его исполняют. Слушают закон, ну, то есть, посещают синагогу, участвуют в богослужении, где прочитываются слова из закона. Но это неправедность, то же самое и к христианам относится. Можно бесконечно говорить, как я сейчас делаю о христианстве, но тот, кто не живет по-христиански, ну, что в этом христианского, в его образе жизни? Ничего. А если язычники, у которых нет закона, поступают по закону естественным образом, то они сами себе закон, хотя закона у них и нет. Ну, то есть, язычники не знают Моисеева закона, но многие из них знают заповеди, там, нельзя убивать, воровать, чужую жену себе брать, да, и вот это и есть, собственно, их знание закона, которого у них нету. Естественное расположение человека к определенным вещам. Что она объясняет дальше? Так они показывают, что дело закона записано у них в сердцах. О том же свидетельствует их совесть, которая мысленно то оправдывает, то осуждает их. Совесть есть у каждого человека, психически здорового. Так будет и в день, согласно моему Евангелию, когда, согласно моему Евангелию, Бог через Христа Иисуса будет судить людей, раскрывая тайное. Вот, собственно, совесть наша – это преддверие страшного суда. Это что-то такое, что позволяет нам понять, как это все будет происходить. Если же ты зовешься иудеем, полагаешься на закон и хвалишься близостью к Богу, знаешь его волю и по научению закона разбираешься, как будет правильнее поступить, ты убежден, что ты поводырь для слепых, свет для сидящих во тьме. Кстати, действительно, в Ветхом Завете мы то и дело читали у пророков, что евреи, иудеи – это свет для слепых язычников, это их образец, которым они должны последовать. Так вот, конечно, они так думают, у них есть все основания так думать. Ты поводырь для слепых, свет для сидящих во тьме, воспитатель для неразумных, учитель для несмышленных, и что в законе у тебя есть образец истинного познания. Да, конечно, скажет иудея, как же нет. Так что же ты, уча других, сам ничему не научился? Проповедуешь против воровства, а сам воруешь, говоришь, что нельзя блудить, а сам блудишь, презираешь идолов, а сам расхищаешь святыни. Ну, понятно, воровство и блуд, значит, на словах против, на деле очень даже за, но при чем же здесь презираешь идолов, расхищаешь святыни. Презирать идолов, ведь это правильно, нормально, да? Ну, вот это и имеется в виду, что вроде бы ты отказался от язычества, но расхищаешь святыни, а в данном случае значит, что ты присваиваешь себе что-то такое, что принадлежит на самом деле Богу. Ты хвалишься законом, а сам нарушая его, бесчестишь Бога, как и написано, из-за вас имя Божие в поругании у язычников. То есть, ты ставишь себя на первое место, но твое поведение, обращается он к иудейской части римской общины или бывшей иудейской, а может быть и к иудеям вообще, оно против того, что ты проповедуешь. Обрезание, соответственно, иудеи отличаются от язычников тем, что не обрезано, удалена крайняя плоть, мужская. Обрезание тебе идет на пользу, если ты соблюдаешь закон, если же ты его нарушил, хоть и обрезан, но стал снова не обрезанным. Внешний признак, да, ну, сегодня мы скажем, там, крещеный человек, я человек крещеный, но если ты живешь не по-христиански, ты стал снова не крещеным, хотя прошел через обряд крещения. А если кто не обрезанный, будет соблюдать повеление закона, разве он не будет сочтен обрезанным? Вот замечательный ответ на вопрос, а если человек живет по-христиански, не будучи формально христианином? По Павлу получается он христианин, хотя формально нет. Так что не обрезанный по природе человек, исполнивший закон, будет судить тебя, преступившего закон, хотя было у тебя и писание, и обрезание. Иудей не тот, кто им выглядит, и обрезание важно не то, которое заметно на теле. Иудей тот, кто внутренне таков, кто носит знак обрезания не в буквальном смысле, а в духовном, на сердце. Такому похвала бывает не от людей, но от Бога. Вот очень ясный тезис. Все люди, в начале глава, он говорит, согрешили и виновны, в том числе те, которые думают, что они несут остальным закон. Кто по закону согрешил, тот, кто по закону будет отвечать. Кто согрешил, не имея закона, соответственно, будет поглощен вот этим беззаконным морем. Так что особенно гордиться нечем. И самое главное, что исполнение закона выше, чем формальная принадлежность какой-то категории людей, этим законом обладающих. Ну и дальше, в третьей главе, он подробно опишет, что же такого особенного есть у иудеев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok